Транспортный коллапс. Самый приличный отзыв барнольцев во время ремонта асфальта. Это еще одна причина городских пробок. Только за сезон 2021 дорожники работают и будут работать на Зминогорском и Павловском трактах, Старом мосту и мосту Почелюскинцев. В общем, 23 объекта. Автомобилисты уже в самом начале готовы оценить организацию движения. Няхти, особенно когда на Зминогорском тракте проходило недавно, вообще плохо было проехать. Заторы были и по Лосихинской, и туда дальше. Вы давно в пробку попадали во время ремонта? Недели полторы назад, два с половиной часа я ехал по горе. И считаю, что это было бестолково. Я так понимаю, там это до сих пор. Как оцениваете качество организации движения именно во время ремонта дорог? Ну, из десяти на пять, наверное. Потому что пробки всегда были везде. Сейчас собираются делать мост на новом рынке. Не представляю вообще, что будет. Будет коллапс уже без преувеличения. Не нужно забывать, что это один из сложнейших объектов для ремонта. Даже в администрации города говорят, что проектная документация, хоть и разработана, ее все же будут корректировать. Потому что стоимость работ считали еще больше пяти лет назад. А только за последние два года металл подорожал больше, чем на 50%. Так что после пересчета цена станет гораздо выше нынешних миллиарда трехсот миллионов. Представьте, какую работу предстоит проделать. Николай Данилин, депутат Краевого Заксобрания и директор ДСУ номер 4, который сейчас ремонтирует старый мост, говорит так. Тонкостей при ремонте одного из главных путепроводов Барнаула будет множество. По нему идут все вообразимые коммуникации от кабелей спецсвязи до теплотрассы. Только на подготовительный период уйдет не меньше полугода. Маленькая деталь. По существующим выданным тех условиям, которые проектировщики учитывали при проектировании данного объекта, РЖД давало разрешение на работу именно на путях своих 72 окна в ночное время продолжительностью 2 часа каждые. То есть, представляете себе, чтобы успеть за сутки всего дадут 2 часа поработать, причем ночью. На все работы уйдет в хорошем случае 2 года. А этот мост – один из главных путепроводов города. Как рассказали в администрации, решать проблему пробок будут комплексно. Прорабатываются пути объездов, в том числе и для общественного транспорта. Например, разворотное кольцо для трамваев рядом с торговым центром «Пионер». Также возможность пересадки пассажиров. То есть, они, допустим, доехали на трамвай до торгового центра «Пионер». С одним этим билетом перешли на другую сторону, к дому быта. Сели на троллейбус, допустим, и продолжили движение. То есть, рассматриваются такие варианты, чтобы ускорить движение пассажиров. Вариантов борьбы с безумными барнаульскими пробками огромное множество. От самых фэнтезийных, вроде переноса административного и бизнес-центра города в индустриальный район, до реалистичных, перехода на общественный транспорт, реверсивного движения, умных светофоров или способа, которым я сейчас пользуюсь. Кстати, уже можно предположить, что во время того пресловутого ремонта над ЖД путями спрос на двухколесную технику в Барнауле вырастет. К слову, вот этот бетонный путепровод рядом с мостом для пешеходов и велосипедистов сделают поудобнее. С машинами сложнее. По проспекту Ленина в сутки движется до 40 тысяч авто. Все эксперты говорят, да и чиновники не спорят, не существует средств безболезненно перераспределить этот гигантский автопоток по другим и без того оживленным артериям. Что уж говорить, даже решить проблему ночного ремонта не получается, хотя многие водители недоумевают, почему ремонтируют днем, когда дороги загружены. Некоторые работы производят дневное время, в связи с тем, что необходимо успевать подрядчику срок. И в связи с тем, что поступают также жалобы граждан на нарушение тишины. То есть, когда работает ночью дорожная техника, допустим, фрезерование происходит, то достаточно шумно. Мы пытаемся варьировать между желаниями автомобилистов, чтобы не было пробок, и граждан, которые проживают на ремонтированных объектах. Как говорят эксперты, проблему нужно решать комплексно, думать о строительстве новых кварталов, учитывая генплан развития города и план развития автомобильных дорог, увеличить количество парковочных мест в новостройках, ввести ту самую интеллектуальную систему движения с умными светофорами. И, конечно, из главных способов отбить у человека желание покупать машину – развитие системы общественного транспорта. Вообще-то транспорт должен быть комфортный и быстрый. Человек, когда он пересаживается с машины на автобус или на трамвай, он должен понимать, для чего он это делает. То есть он как минимум должен, во-первых, быстрее доехать, но в втором моменте хотя бы, если с не лучшим комфортом, но хотя бы с не меньшим, чем в автомобиле. Почему я говорю, что у нас есть хороший опыт города Москвы. Я знаю, что администрация со своей стороны старается принимать участие и в перспективе надеяться получить какую-то поддержку от федерального бюджета. Вот вам и проблема. Шоссе «Ленточный бор» расширяли, дорасширили. И все равно. Вот мы стоим как раз на светофоре, и 3 часа дня пробка уже копится. А проблема вся именно в этом перекрестке. Власихинская и «Ленточный бор». И когда-то город должен будет подать документы на то, чтобы как-то преобразовать этот перекресток. Есть и другие громкие проекты, вроде расширения Павловского тракта и появления на нем трамвайных путей. Для этого потребуются, возможно, миллиарды, чтобы не только провести работы, но и выкупить частную застройку, мешающую расширению. Вот так тяжело и медленно борются с пробками. А растут они намного быстрее. За последние 15 лет количество личного транспорта в Алтайском крае увеличилось вдвое. При этом двукратного роста дорожной сети не было даже близко. Это проблема. И ни один город мира пока с ней полностью не справился, но все стремятся. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.